Девушки отдыхают В побережье И вот к этой точке мы сейчас Подбираемся Порт Легрант О, вот это место называлось Порт Легрант Почему порт, не совсем понятно До моря-то еще 5 километров А может тут когда-то было море Отступило, не знаю Но вот что-то такое уже Загадочно романтическое уже Начинает появляться перед нашим взором Продолжаем путешествовать Увидим море, расскажем Вот какой-то древний порт Мы здесь сейчас будем наблюдать Вернее так, это деревеньки Ну типа рыбацких деревень А это вот рыбачок идет Такой веселой походкой Вот здесь уже какой-то выход к воде Какой-никакой образуется И здесь же находится еще портовое сооружение Доки, где стоят яхты Какие-то там на причалах Еще там что-то В общем какой-то порт Старинный порт Святой Валерий Что-то типа этого названия Мы хотим его сейчас осмотреть Побывать здесь как бы в гостях Вот баки на тут сложенные на суше В общем все очень сильно по-морскому Все очень сильно выглядит приятно по-морскому Сейчас на стояночке машину где-то забросим И пойдем посмотрим, что тут за красоты такие Чудесные Приехали мы в Сен-Ла-Реви Сен-Ла-Реви Ла-Реви-Сю-Ля-Асон В общем короче название сложное Вот зато здесь такой уютный вокзальчик есть И можно здесь покататься на паровозиках Вот такое вот тут Историческое сооружение Ну понятно, что были раньше паровозики В смысле нормальный вокзал А потом стал туристический мобиль Вот его название Святой Валерий Святой Валерий И вот здесь вот такой вокзалец Сейчас паровоза нету Но состав стоит на месте Ждет своих пассажиров Вот такая вот историческая Вот еще раз видно вокзал Видно подвижной состав И на путь Путь содержится в опрятном состоянии Ручные стрелки здесь И еще это место интересно тем Что здесь впервые Англичане применили бронетанки В атаку известные Танки на Соме были применены Впервые в истории В Первую мировую войну Такое историческое место А сейчас тут так мирненько Спокойненько Я бы даже сказал Очень даже и спокойненько И мирненько Ага А вон паровоз под парами стоит Ой-ой-ой Подождем Увидим Субтитры создавал DimaTorzok 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 Да, сногсшибательно Настоящий паровоз Даже кондуктор задний в вагоне Тоже настоящий Вот так вот Не успели мы еще во Францию Толком приехать А уже вот такие вот чудеса Да, да Ну, все-таки это же порт Поэтому надо идти к морю И смотреть Какие там чудеса на море происходят Интересно, как путь организован Некий двойной путь Под разную колею Узкий в середине и пошире Вот по краям Ну, сейчас видно, что накатан только по узкой колее А широкая лежит как резервная Для чего было сделано Не совсем понятно Но вот такая особенность Также здесь такая обширная марина Если можно так выразиться В спокойном заливе стоят яхты И на них явно идет какая-то своя жизнь Вот Не очень активная Но явно она имеет место Вот там кто-то что-то возится Чистит, моет И так далее Застройка явно выдает место Рыбацкое какое-то Видимо, это был рыбацкий поселок Вот залив Исполнял роль гавани А здесь жили рыбаки А ну а сейчас Скажем так Историческая застройка Очень симпатичная Ну, видимо, чисто туристические Пока функции выполняет город Хотя мы не знаем точно Пойдем посмотрим Попробуем разобраться Был прав И про паровозы тоже написано Ну а Спасательный круг говорит о том Что здесь можно покататься Еще и на Бато Променады на Бато Ну, в смысле на местных корабликах И вот подробно описано Еллы пал Это же отлив Смотрите-ка А я думаю Что на берегу тут валяются Такие кораблики хорошие А это же отлив Вода ушла Но обещала вернуться И вот даже такой старенький Уютный баркасик лежит В отливе на Баку Ему очень грустно А грустно потому Что он утонутый Ну, он уже Борта прогнили Вот и так далее Но когда-то у него была машина И он ведь бороздил просторы И возможно какие-то местные Контрабандисты Над нем совершали свое плавание А сейчас, судя по всему Он лежит под водой И только в отлив Возрождается из прошлого И мы его можем посмотреть Я не знаю, как это называется Баркас, не баркас Ну, что-то такое Бату одним словом Так что нам повезло Мы в первый же свой визит К морю Увидели отлив Результат отлива Вот Обнаженное Обнаженное дно Которое должно быть Заполнено будет водой Часов через пять Через шесть Наверное Ну и соответственно Портовому городу Большие рыбы Крабы Суп из рыбы И морские фрукты Фроте де мэр Но Закрыто Опа Пообещали Они дали рыбу Вот еще наглядная композиция Бедную рыбу Попалась веселому повару Да Посолить Отварить Подать И еще один веселый Вторая линия Столь же живописна Как и первая Есть коломбаши Это некие фахверки Немецкий Французский вариант фахверков И вот такой вот Уютный городочек Ну Во-первых Кто что мог Кто дерево Кто Как вот здесь Плиточку облицовывал И такой небольшой Проход к морю Ну Соответственно Рыбу там ловили Суда носили Ели И так далее Ри Пьер Маршан Пьер Маршан Какие двори Видите тут Очень интересные Кафе подземные Это Жилой дворик Похоже И в то же время Место для гуляния Туристов Пока закрыто Все это Энтре Либре Еще интересные Тумбы сделаны Чтоб телега Не обрушивала Края въезда Вот такие ворота Вот с такими Мощными тумбами Въезд Был въезд Древние камни Здесь Сторожат Еще Интересные места Непонятно Здесь Лестница Ручка Ну Перильца Здесь зачем-то Ручка сделана Может Хозяин Иногда Приходил С гулянки И путал Эту ручку С дверной Бывало Стоит И пытается Дверь открыть Ну Если видеть Стоит человек Значит Набрался Надо им Помогать А может Еще Побродив Немножко Пешком Мы решили Сесть Все-таки На машину И проехать По этому Городу На машине Он достаточно Большой Оказался А у нас В общем-то Не так много Время Нам нужно Ехать дальше Блажберега Вот еще Раз видны Вот эти Лиманы После отлива Сейчас Явно Время Отлива И мы Движемся По Булыжной Мостовой Вдоль набережной Вот за поворотом Где-то Должно Открыться Море Уже Большой Простор Морской А не только Залив Ну Как нам Кажется Хотя Конечно Бог его знает Поедем Посмотрим Расскажем Все еще Продолжается Третий день Нашего путешествия И после Осмотра Того Небольшого Портового Городка Которого Было В предыдущих Кадрах Мы Направляемся К месту Своей Дислокации Еще 113 Км Перед нами По правую Руку У нас Море Ян Отсюда Не видно Но Оно там Это точно И мы Движемся К месту Своего Размещения Вот так Такие дела Франция Зелень Овечки Вкуснейшая Колбаса Хлеб Ну и так Продолжаем Путешествовать С дорог Франции Фотодороги Точка Ру Оставайтесь С нами Мы приближаемся К точке Нашего назначения И перед нами Потрясающая Вечь Мост Нормандии Слушайте Я не ожидал Даже Честно Скажу Просто Что-то Потрясное Длина 4 По-моему Километра У него В 1994 Году Был сделан А высоко Так Поднят Для того Чтобы Под ним Проходили Корабли То есть Вот Такой Вот Я не знаю Даже Как сказать Антивантовый Мост Такой Проход Такой Под ним Сделан И вид у нее Вот такой Восхитительный Волнами Это первая Половина А вторая Половина Дальше Он Опирается Промежуточную Опору Имеет На Остров Гарский Канал И там Как сказать Остальные Все чудеса Мы посмотрим Еще немножко Вперед Сейчас У нас Правда Окно Не очень Свежее Но уж Ничего не Попишешь Лето Путешествия Мышкара Летит А он Вторая Половина Моста Если Здесь Он Такой Опорный Там Он Вантовый Тоже Сейчас Новомодная Тенденция Делать Вот Такие Вантовые Мосты Вот Завершается Наше Путешествие Сейчас Будем Приближаться Уже К ночевке Подгребаться Пытаться Встать Но Вот В конце Сегодняшнего Пути Третьего Дня Нашего Автопутешествия Во Францию В Европу Нам Вот Такое Эмоциональное Вознаграждение Красота Одним Словом Просто Красота Заплатили Мы 5.30 И Выезжаем На вторую Половину Этого Дивного Моста Еще Какой-то Ремонт Идет В общем Какое-то Прям Чудеса Горка Какая-то Чудесная Даже А не Мост Что только Разум Человеческий Не делает Ну и Море Океан Понятное Дело Собственно Геро Цель Нашего Путешествия Этого Года Наглевшие Поморники Прямо На машины Садятся Вот что Значит Свободная Франция Эй Наглецы Ну вот Мы и достигли Места Своего назначения Слоновья скалы Так называется Хобот слона По-моему Вот то место называется И вот такой Потрясающий залив Как раз В закат Мы прибыли В искомое место В знаменитые Скалы Миловые Говорят Здесь Клопман Написал Картины Вернее Не говорит А точно писал Как-никак Родина Импрессионизма Ну что ж День был Прекрасен Хоть и труден Но Мы Своего Добились Достигли Назначенного Места Спокойной Птичкой Не стыдись Какие общительные Птички Вечер у моря Что может быть Более восторженное А тем более Вечер Северного моря Во Франции Нормандия Так вот Галичник Под ногами Запах Морских Водорослей Шум Прибоя Крики Чаек Крики Чаек Где Крики Чаек Опять Чаек Кладились Безобразие 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 Безобразие